АПЛОДИСМЕНТЫ Что с тобой, а что со мной, Ничего со мной. Сам гуляю по себе, Под своей луной. И в своей живу стране, Не в чужой стране. И бумаги белый бинк светит на столе. Черен хлеб, чиста вода, И душа болит. До тех пор, пока болит, И я не инвалид. Что с тобою, то со мной, Не в монастыре. Операбельная жизнь Дышит на столе. Дышит. Бьёт зарыва на камнях Белые бока. В жабрах ржавчиною Смерть, кровь из плавника. Отнеси её в волну, Оклемается. Страшно, если кто-нибудь Задыхается. Чёрен хлеб, чиста вода, И душа болит. До тех пор, пока болит, И я не инвалид. Что с тобою, то со мной, Не в монастыре. Операбельная жизнь Дышит на столе. Глупо, что за самогон Выдают квас. Балалайшный вонёк, Не российский бас. Не для шапки голова, Не по шапке честь. Голова не для того, Чтобы ею есть. Чёрен хлеб, чиста вода, И душа болит. До тех пор, пока болит, И я не инвалид. Что с тобою, то со мной, Не в монастыре. Операбельная жизнь Дышит на столе. Дышит, дышит. Спасибо. Главное было с чего-то начать. Это была песня на стихи Петра Овегина. Называется она «Простая песня». Если это время было без названия, Я рискнул дать такое название, потому что стихи, в общем-то, сделаны просто. Они по принципу поговорочек. Каждое предложение очень всё понятно, Всё на месте, очень всё просто. Я думаю, сделаю я простую песню. Пять аккордов максимум. И буду очень простенько её играть, Чтобы легко было играть. Пять, что-то маловато. Два-три ещё добавил. Ну, а потом ещё два-три. Ну, а потом как пошло. В результате вот такое название осталось. «Простая песня». Спасибо. Сейчас я спою, у меня шпаргалки всякие, но волнительно всё-таки. Давно выступаю, это очень редко, по большим праздникам. Ну, как получать три песни на стихи магнитогорских поэтов. Первая песня, которую я исполню, на стихи, на стихотворение Наташи Карпичевой, Натальи Карпичевой. У неё вышло уже несколько сборников, стихов. И вот этот сборник, из которого я взял вот эти стихи, те, которые сегодня прозвучат, это все из одного сборника. Сборник называется «Разговор с рассветом». Очень меня, ну, как сказать, поразил немножко даже. Вот. Песня называется «Искупление». Стихи Натальи Карпичевой. Если втиснуть море в реки, Рек не будет, будет море. А покуда ниоткуда Прилетают птицы горя, Просто ниоткуда Взяться серебристым птицам счастья, И зачем вне урожаи, Вне погоды возвращаться. Где неистового солнца, Лишь куда же для зенита, Дайте дамам, что стареют, У разбитого корыта, Хоть получеку надежды На любовь и веры в веру, А не горечи безмеры Тем, кто знает эту веру. Соберутся в стаи птицы, Ведь на сердце холодает. Цепенеет, леденеет, Вот и стаи улетают. Растопить ледник постылой, К сожалению, не по силам, И теплу карманных грелок, И мерцающим светилом. Прежде чем навеки сгинуть, На глазах плетнеют тени, Как же радуги без цвета, Как без запаха растений. Расскажи мне, если хочешь, Но молчи же, если можешь. Никогда не говори мне, Что прощанье не отложишь, И что сроков не отменишь, Слез вовеки не отплачешь. Ты платил за искупление, Но не знал, что переплатишь. Я теперь кусочек неба Покупаю нам с тобой. Ты зовёшь, а я не слышу, Ты свеча, а я слепой. Ты зовёшь, а я не слышу, Ты свеча, а я слепой. На стихи Людмилы Татьянычевой. Ну, как многие знают, Что она в юном возрасте Приехала на магнитострой, Строила магнитку, Работала в газете «Магнитострой». Здесь начиналась как поэт. Очередовление называется «Свертчок». Жил человек один, Как перц, характером непрост. Однажды из родимых мест Сверчка себе привёз. И подружился с ним Сверчок, Вниманием обогрет. Чуть полночь доставал смычок, И начинал концерт. Терлин-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-ти Но человек был слушать рад Нехитрую игру Он вспоминал весенний сад И тополь на юру И горечь материнских слез В ту страшную войну Но вот однажды он привез И ввел в свой дом жену И встретил радостно сверчок Лукавить не гораст А дернул серый сюртучок И заиграл тот час Играл себе он на беду Не выпускал смычка Кричала женщина Уйду, коль не уймешь сверчка Коль не уймешь или не убьешь Проклятого сморчка Ну кто сказал вам Что сверчок Не понимает слов Сломал он на двое смычок За дверь и был таков Не о себе сверчок Родил на холоде дрожа Мешать он другу Не хотел наивная душа Мешать он другу Не хотел наивная душа Волнительная песня Потому что Я в городе впервые исполняю Из новых Песня на стихе Александра Ерофеева Наш магнитогорский поэт Автор нескольких поэтических сборников Член Совета писателей Вышел у него сборник недавно Называется Межсезонье Это песня из этого сборника Называется Пароходик Все когда-нибудь проходит Это всякому известно И о том, что дальше будет Не расспросишь наперед Но пока мы друг любезны Мы плывем на пароходе Спорт, к которому приписан Этот славный пароход Нам с тобой немного надо Нет у нас иной заботы Кроме как любить друг друга Тихо радуясь тому Что веселая команда Нас почти не беспокоит Кроме трезвого стюарда Мы не видим никого А еще сказать по правде Что известно нам о жизни Той, которую Однажды Выбираем для себя Кроме боли и сомнений Кроме радости и счастья Посмотреть в глаза Друг другу И поверить до конца Все когда-нибудь проходит Это каждому понятно И про нас, пожалуй, тоже Все известно наперед Скоро он причалит к пирсу Этот странный пароходик Как-то названный нелепо Безнадежная любовь Вот такая песня получилась Не знаю, Саша мне пока еще ничего не говорил Ни плюсов, ни минусов За оценку Но пока жив, значит, вроде как На стихе американского поэта Уильяма Джейа Смита Если бы у меня была лодка Вот этот пароходик был несчастный Любовь там такая А эта лодка должна быть счастливой Найти бы мне лодку Какую угодно Челнок ли левит вод Горы на левит вод Да хоть сковородку плыла Ближ как лодка Найти бы мне лодку Какую угодно Гондолу, шаланду Не то, не ты, ладно И пусть меня ветер несет И вода А знаешь куда? А знаешь куда? Поплыть бы в вилуке В античной галере На шхуне, на шлюпке По крайней уж мере На крышке стола Ну словом держался бы лишь на плаву Ковчег мой, а я уж на нем доплыву Сквозь льды и туманы И сквозь бурь и тьму А знаешь к кому? А знаешь к кому? Найти бы мне лодку Какую угодно Но лучше при том Большую как дом С геранью о кошках И ласковой кошкой С крыльцом и верандой С прирученной пандой С беседкой А рядом с аллеей С садом С зеленой травой С зеленой травой А все для кого? А все для кого? А может быть лучше, чтоб сам я построил Индейскую легкую лодку Каноэ И знаешь зачем Чтоб плыть посреди голубой пустоты Пока б не нашелся тот остров, где ты Жила до сих пор И не знала, что я ищу тебя Островитянка моя Я бы спросил Ты поедешь со мною В моем замечательном Быстром каноэ И ждал, что ты скажешь А ты бы тогда Помедлив Тихонько ответила Да И ты бы со мною Вокруг поплыла Чудесного острова Где ты жила Я знать бы из лодки давал морякам Паромщикам, лодочникам, рыбакам И каждой посуде не всем до одной Махал и кричал, чтобы плыли за мной Луна бы всходила из теплых морей Я был бы твоим, ты была бы моей Всю жизнь окажись она долго и коротко Была б только лодка Была б только лодка Была б только лодка Была б только лодка АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей Вознесенский. Стехотворение Андрея Вознесенского. Человек породы Сан-Бернар. АПЛОДИСМЕНТЫ Выбегает утром на бульвар Человек породы Сан-Бернар. Он передней лапой припадал, Говорили, будучи в горах, Прыгнул за хозяином в завал И два дня с собой отогревал. Сколько их бродит по Руси, Пес небесный, меня спаси! Я его в компаниях встречал, Неуклюжий и счастливый раб, Насквозь снег до трапа провожал, Оставляя отпечатки лав. Сан-Бернар, подбрось в аэропорт, Сан-Бернар, сгоняй за коньяком, Несется к вам вовесь опор Верный пар над частым языком. Из-за всех людей или собак Сан-Бернар и ближе к небесам, Мы не знали, где его чердак, Без звонка он заявлялся сам. Сан-Бернар, подбрось в аэропорт, Сан-Бернар, сгоняй за коньяком, Несется к вам вовесь опор Верный пар над частым языком. Вдруг в одной из наших голоты Он увидел бедственный сигнал И как в пропасть сбросился за ней Бросьбу человеком Сан-Бернар. Позабыл, что взятый на прокат Позабыл, что взятый на прокат Наша жизнь практически буран Женщинам не надо зиренат Был бы на подхвате Сан-Бернар Для людей спасает Сан-Бернар Человек влюбился для себя Мы на возмущенных семинарах Собирались кару торопя Он пришел, нашарил в кухне газ Снял ошейник, музыку врубил И лежал, не открывая глаз Пока Сан-Бернара не убил Пока Сан-Бернара не убил С той поры компания пропал Человек породы Сан-Бернар Как метель гуляет по Руси Пес Небесный, меня прости Пес Небесный, меня прости АПЛОДИСМЕНТЫ Насчет этой песни, когда я ее спел Ну, друзья, там морская тема пошла Пароходики, лодки А тут про море Я говорю, ну это не просто про море Юрий Левитанский Стих Юрия Левитанского Песня называется «Зачем дураку море» Подарили дураку море Он потрогал его, понюхал Обмакнул и лиснул палец Был соленым и горьким палец Подарили дураку Подарили дураку Подарили море Подарили море Тогда в море дурак плюнул Близко плюнул Подальше плюнул Плевать и в море всем интересно Дураку это даже лестно Подарили дураку Подарили дураку Подарили море Подарили море Но устал он и грустно стало Сел дурак на песок устало Повернулся спиной к прибою Дурака стал играть сам с собою То проигрывает, то выигрывает На губной гармошке поигрывает Проиграет дурак море А зачем дураку море? А зачем дураку море? Стихотворение Дона Аминаду Аминад Петрович Полянский Эмигрант В первом поколении После революции сразу И вот там в эмиграции он придумал себе Ну тоскуя по родине Героя такого Мальчика Коля Сыроежкина И он писал стихи Обращаясь к этому герою И про него Аминад Петрович Полянский Домашняя педагогика Этот Коля Сыроежкин Просто дьявол Аминад Петрович Все, что видит Все, что слышит Он на ус себе мотает Раз пристал с вопросом к маме И всегда играл на лире А любил он так, как любят Только редкие натуры И стихи писал предам В честь возлюбленной Лаурии Коля Коля хмыкнул и промолвил Так, что маме стало жарко Если это только правда Значит, папа не Петрарка А когда пришел с работы Сам папаша Сыроежкин Коля взял его на мушку Без антрактов, без задержки Папа, кто была такая? Это самая Лаура Папа выдержал атаку И сказал довольно хмуро Ах, Лаура, это Коля Нечто вроде херувима Это то, что только снится А потом проходит мимо Ясность духа, тихость взора Легкость медленной походки А в руках благоуханных Кипарисовые четки И заметил Коля тоном Настоящего Абгура Если это только правда Значит, мама не Лаура Посмотрела мама, папа Мама, папа посмотрела А потом, конечно, Коля От родителей влетела Ну и пусть зато надолго Будут красочные и яркие Впечатления в сердце Коли А Лауре и Петрарке Ах, Петрарка, это Коля Был такой мужчина в мире Он был ласков, он был нежен И всегда играл на лире Ах, Лаура, это Коля Нечто вроде Херувима Это то, что только снится А потом проходит мимо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Стихотворение называется Бегство лилипутов Автор Илья Рубин Умер в эмиграции по дороге В автобусе по дороге в Иерусалим Вот осталось Стихотворение было опубликовано В новом мире, в журнале Бегство лилипутов Ну тут Я, например, для себя такое вот делаю В цирке лилипутов Это одно А то, что подразумевает Что это, в общем-то, эмиграция Ну чувствуется По крайней мере для меня Что это, в общем-то, и про это где-то АПЛОДИСМЕНТЫ Из угрюмого здания цирка Что стоит у центрального рынка Убегают все путы распутан Двое маленьких злых левикутов И бежит эта странная пара Вдоль гигантских скамеек бульвара Не забыли они, не забыли Как их пьяные клоуны били Как стояли они на помосте Где им душу ломали и кости Убежали из этого ада Так не надо же плакать, не надо Так не надо же плакать, не надо Лай-ла-ла Лай-ла-ла-ла Лай-ла-ла 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 Лай-ла-ла-ла Поспешает она, как за Богом Торопилась во след Магдалина Мимо Праги Москвы и Берлина Лай-ла-ла Из жестокого мира гигантов, Из жестокого мира гигантов. Скоро смогут они по размеру Выбирать себе сами горе и веру. И шутите с кемо покупая, И губами к нему прилипая. Только ночью сквозь них сновиденья Прорастут, как большие растения. И не будет в них бегства из плена, Лишь арена, арена, арена. Арена. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Стихотворение Дмитрия Кедрина «Бродяга». Есть у каждого бродяги Сундучок воспоминаний. Пусть не верует бродяга И ни в птичьи грай, ни в чок. Ни на призраки богатства В темном обмороке сна. Ни на вино не променяет Свой заветный сундучок. Там под дружбою слежалой, Под враждаю закоптелой, Между чувств, что стали трухлой, Связкой высохших грибов. Перевязана тесенкой И в газете пожелтелой, Как мышонок притаилась Неуклюжая любовь. Если якорь брига выгран, В кабачке разбита брага, Ставни синие забиты Навсегда в родном дому. Уплывая, все раздарится Бутыльником бродяга. Только этот желтый сверток Не покажет никому. Будет день, в борты как в щеке, А плеухи волн забьют. Все наверх засвищет ботсман, К нам идет девятый вал. Перед тем, как твердо выйти, Шторм из маленькой каюты Развернет бродяга сверток, Мокрый ворот разорвав. И когда вода раздавит В трюме крепкие бочонки, Он увидит, погружаясь В атлантическую тьму. Тонколицая колдунья, Большеглазая девчонка, С фотографии Грошовой Улыбается ему. Тонколицая колдунья, Большеглазая девчонка, С фотографии Грошовой Улыбается ему. Песня к предстоящему. сезону лыжи вылечит калеку если серый ты как тряпка и скрипут на сердце мыши надевай скорее шапку вынимай скорее лыжи прямо с горки по оврагу чуть не воя чуть не плача ты лети лети бедняга ноги фертом раскоряча ты лети лети по снегу словно ташки из-под ели лыжи вылечит калеку в самом деле в самом деле если где-нибудь мужчина не имеет аппетита по размысли в чем причина столь мучительного вида он ни щей не ест ни каши по ночам ревет с просонок и потом уходит даже от тоски пардон в кольцо потому мужчина плачет не имея хладнокровия что здоровье много значит у него же нет здоровья надевай еще на лыжи вынимай свою фуфайку даст прикорка словно с крыши начинай-ка почему иная дева вид имеет вроде стула загребает ножкой влево а сама весьма сутула целый день она считает пишет разные бумажки а потом во сне и кает и лекарства пьет из чашки потому влака девица и на стул весьма похоже что на воздух не стремится чтобы вся дышала кожа надевай девица лыжи вынимай свою фуфайку даст прикорка словно с крыши начинай-ка начинай-ка кто б ты ни был тетяль дядяль но когда на сердце скукок помни лыжи твой приятный или может быть подруга прямо с горки по браку побежали полетели лыжи вылечат калеку лыжи вылечат калеку самом деле самом деле знаете вот вот это не готовил я специально вот сегодня буквально подготовил меня попросили спеть два человека мужчина это ты разве не будешь я говорю я специально не готовил но давайте попробуем на лыжах покатались стихотворение семена кирсанова нет солушки стихотворение семена кирсанова находимся это в клевая я дома не был год я не был там сто лет когда ж меня вернул железный круг колеса Записку от судьбы Нашел я на столе Что золушки моей Нет больше на земле Где волк пропал Где принц исчез Где бал затих Кто к сказке звал врача Где Андерсон и Гримм Как было, кто довел Хочу спросить у них Боятся мне сказать А все известно им Я ж написал ее Свидетель есть перо С ней знался до меня Во Франции перо И золушкина жизнь Ее жила-была Уже не жизнь, а сон Рассказа фабу Где волк пропал Где принц исчез Где бал затих Кто к сказке звал врача Где Андерсон и Гримм Как было, кто довел Хочу спросить у них Боятся мне сказать А все известно им А я мальчишкой был Поверившим всерьез В картинковый рассказ В две краски для детей Все выдумано мной И волк, и Дед Мороз Но туфелька-то вот И по размеру ей Я тоже в сказке жил И мне встречался маг Я любоваться мог Хрустальною горой И золушку ношу Ищу среди бумаг Ищу, ни разу ищу Не напишу второе Спасибо Стихотворение Александра Ерофеева У него У стихотворения Название очень интересно Называется Кое-что о И многоточие В скобочках ниже Не оправдание Посвящается Юрию Жулину Юрий Стихотворение было посвящено Юрию при жизни Песню, когда я написал На это стихотворение Юрия уже не было Вот такая вот Такая песня Посвящение при жизни А песня получилась уже Когда его нету Памяти художника Поэты пьянствуют Художники пичуют И тех и этих Обывателей Венчуют При встречах Хорошо еще что редки Поскольку Недостатка в табуретах Россия не испытывает Кстати На табурете И полуторной кровати Незыблемая Зыждется культура И в смысле секса И по части гарнитура Поэты пьянствуют Художники пичуют Все вроде есть А дома не ночуют Чтоб ненавик не прерывать Священно-действо Тут и святое вряд ли Выдержит семейство Когда живешь До случая покуда Не тюкнет в темечко Ни пивина гертруда Никто не хочет Несмотря на чувства Быть неумышленной Жертвою искусства Поэты пьянствуют Художники пичуют Чем мясо съела Кошка сразу чует Едва завидят Тапочки хозяйки А это ж антропа И без фуфайки И без штанов Легко обходится Искусство Всего важнее Экое паскудство То славя Бога То впадая в ересь Твердить без устали Арс Лонга Вита Бревис Искусство Твердить без устали Искусство Поэты пьянствуют, художники плечуют И это даже время не врачует Не так-то просто взять да измениться Как падший с неба сын зареденится Глядишь на мир и хмуро и тревожно И знаешь, что поправить невозможно Того, что было глупо и беспечно Жизнь коротка, одно искусство вечно Арс Лонга, Вита Бремис Жизнь коротка, искусство вечно Я думаю, перед тем, как объявить небольшой перерыв На перекур для курящих Старая добрая песня Специально готовил ее вот сегодня Дуэт для скрипки и альта Моцарт в легком опьянении шел домой Было дивное волнение, тень шаленой И глядел веселым оком на людей Композитор Моцарт Вольфган Каматей В круг него был листьев лип и легкий звон Тара-тара, тики-тики, думал он Да, компания, напитки, суета Но зато дуэт для скрипки и альта Пусть берут его искусство задарома Сколько требуется чувства и ума Композитор Моцарт Вольфган Кунгерас Сколько требуется, столько и создаст Ох, и будет Амадею дома в лед И на целую неделю черный лед Ни словечка, ни улыбки, ни мата Но зато дуэт для скрипки и альта Что ж, расплачиваться надо на миру За веселье и отраду наперу За вино и за ошибки да чисто Но зато дуэт для скрипки и альта Пусть берут его искусство задарома Сколько требуется чувства и ума Композитор Моцарт Вольфган Кунгерас Сколько требуется, столько и создаст Сколько требуется, столько и создаст Сколько требуется, столько и создаст Моцарт Вольфган Кунгерас Погнал «Симон» Дальше, перейти, пожалуйста Секунду-секунду. Мы идем на перерыв, дружно курим, те, кто курит. А дайте бумаги на записке, я тебе выделю, успокойся. Бумаги? А у меня вот пустых нет, у нас только записки. Давайте объявим минут 10, да? Я немножко почитаю записки.